Пудля вы все, ребят, помните и знаете, что это такое. Как видите, ну, я бы сейчас никому не советовал такую стрижку, все одинаковые из барбершопов. Эта практика сохранялась целых 70 лет, а это уже могло быть определяющим признаком именно какого-то определенного князя. Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев, и вы на канале Барбаросса. Сегодня мы поговорим с вами о нашей исконно русской истории мужских стрижек. Как они развивались, как все это шло и менялось, и, в принципе, почему те или иные стрижки имеют такое название. Погнали! Древняя Русь и постмонгольский период. Все видели эти картинки со стрижками под горшок или под скобу. Под горшок и под скобу разные стрижки. Под горшок выбривалось все довольно сильно, уши были открытые. Под скобу уши были закрытые, середина лба или даже ниша тоже была закрыта. Почему стрижка называется под горшок? Не только потому, что голова похожа на горшок. На голову надевали глиняный горшок, и все то, что выпадало дальше этого горшка, просто нещадно срезалось, срубалось и убиралось. Стрижка под скобу проводилась по визуальной линии подобного плана. Она напоминает горшок, но чуть длиннее. Как правило, молодежь носила горшок. Те, кто постарше, носили скобу. Те, кто были уже совсем в преклонном возрасте в то время, где-то лет так 35-40, они носили уже длинные волосы, длинные бороды. И чем старше был человек, тем длиннее были волосы, тем длиннее была борода. Также необходимо заметить, что стрижка на Руси не была каким-то прям определяющим фактором. Одинаково стригли, что крестьяне, что князья. Все стриглись, в принципе, одинаково. Исключение составляли некоторые князья, которые стриглись как чуб, свисающий с бритой головы ниже линии подбородка. Это уже могло быть определяющим признаком именно какого-то определенного князя. Но не более того. Такого прям сословного распределения его не было. В следующие века, 15-17 века, стрижки стали короче. Но бороды стали длиннее. Бороды начинали отращивать после совершеннолетия. И не сбривали ее до самой смерти. Просто ей придавали немного формы. Бороды бывали разные. Клиновидные, острые, подковой, лопатой. Но борода стала определяющим фактором в это время. Выбритое лицо в этот период времени считалось символом молодости и юношества. И есть такая версия событий, что Василий Третий в свое время взял и наголо обрил все свое лицо. Сделал он это. Перед свадьбой на Елене Глинской. Вслед за ним обрили себе бороду весь двор, вся его свита, вся знать. И в принципе, может быть, мода бы и вошла на гладкое лицо. Но в народе начали ходить слухи о чудачестве власти. Что что-то у них с головой не так, что они ходят без бороды. И все решили заново отрастить бороды. Мода на гладкое лицо вернулась снова в смутное время, но ненадолго. Алексей Михайлович, когда стал царем, издал указ, по которому короткие стрижки, гладкие лица, иноземные какие-то шапки и все прочее запрещено в России и запрещено подобляться немцам, французам и всем остальным и полякам в том числе. Есть такой исторический факт, что в 1675 году князь Кольцов-Масальский ослушался указа, острик бороду и за это его лишили его звания. Соответственно, все было очень и очень серьезно. И мы переходим в 18 век. В 18 век, тот самый период французских париков, хвостов и всего прочего, отношение к стрижкам у мужчин резко изменилось и начало разделяться. Крестьяне оставались верны традициям, носили горшки и в принципе не парились. А вот дворянство начало следить за модой. Соответственно, в моду вошли парики. Парики в то время, в период правления Елизаветы Петровны, стоили порядка 5 рублей. Чтобы вы понимали, что это за сумма, в 10 раз дешевле стоила 16 килограмм пшеницы. Огромный мешок сахара стоил 2,5 рубля. То есть в 2 раза, чем самые такие важные и дорогие продукты, которые хватало прям на очень долгое время. Парик стоил безумных денег. В это время безумную популярность имели парики вида грива и пудель. Пудля вы все, ребят, помните и знаете, что это такое. На самом деле, тогда же в моду вошли именно парикмахеры. Это были французские мастера, которые умели подстригать, завивать волосы, делать прически и укладки. В то время, как наши нормальные ребята-цирюльники могли вырывать волос, извиняюсь, могли вырывать зубы, пускать кровь, выписывать даже некоторые лекарства. Но на такие все новшества, как завивки, укладки и все остальное, они были не готовы, не конкурентоспособны. Парикмахеров считали людьми искусство, как я уже и говорил. И их всегда предпочитали обычным цирюльникам. Парики были очень актуальны и их пудрили. Пудрить парики разрешалось только высшему сословию дворянству. Солдатам вообще запрещалось пудрить парики только в исключительных случаях и на праздники. Эта практика сохранялась целых 70 лет, пока ее не отменил Александр I. Настолько долго париками пользовались у нас в России именно дворянство и армия. Также у них были даже свои парики, свои подразделения и в разных званиях можно было носить определенную форму парика. Мы переходим в 19 век. Век изысканности античной культуры и повального увлечения именно стрижками и мужской модой. Погнали! Чем охарактеризовались лихие 1800-е? И мода в это время менялась очень быстро. Каждые 10 лет входило что-то новое. И в магазинах шляп даже стояли бюсты античных героев. И на них надевали шляпы, чтобы продемонстрировать. Мода на античность прочно вошла в нашу культуру. Мужчины в начале 19 века больше не носили парики. В моду вошли короткие стрижки. Эта стрижка называлась Тит в честь римского правителя Тита. Вот она. Как вы можете понять, эту стрижку сейчас называют Цезарь. То есть оттуда еще идет корни этой стрижки у нас в российской культуре. 200 лет назад ее тоже носили. Следующее десятилетие 19 века после Цезаря или стрижки Тит, как она тогда называлась, стала стрижка каре. Мужчины носили каре, достаточно вспомнить того же Гоголя. Он тоже носил каре. На рубеже 19 и 20 веков, в конце уже этого века, о котором мы говорим, в моду вошли стрижки а-ля капуль. Капуль это был французский тенор, певец, который носил очень экстравагантную стрижку. Вот она. Как вы видите, я бы сейчас никому не советовал такую стрижку. И она стала популярной. Но ее высмеивали в литературных произведениях, ее высмеивали в газетах. И в принципе, ее вот эта общая повальная популярность напоминает сейчас популярность фейдов, допустим. Когда все говорят, что все одинаковые из барбершопов. Так вот тогда все были одинаковые а-ля капуль. Также в 19 веке в моду прочно вошли баки, бакенбарды. Но тогда их не называли бакенбардами. Тогда их называли фавориты. Они были разных форм, разной длины. Но они были визитной карточкой любого мужчины. Без этого он не мог даже представить, что выйти в катал свет без бакенбарда. И мы переходим в 20 век. В начале 20 века в моду вошли классические укладки без пробора. Волосы убирались строго назад. Усы подкручивались. И выглядело это именно так. Вы можете вспомнить эти стрижки по фильмам. Статский советник и все остальные. То есть сейчас снимают исторические фильмы. Там они популярны. Это как раз начало 20 века. Что произошло потом? Потом у нас была революция. Потом она сменилась целой эпохой. Все стало по-другому. И в моду вошли именно вот эти стрижки. В моду вошли также усы. Но уже их никто не подкручивал. Никто уже не следовал гусарской моде, так сказать. Да, вот такой щегольской. Стрижка заимела пробор. Классический боковой пробор. Который актуален и по сей день. И который даже до сих пор можно очень часто встретить. Вспомните, если вы посмотрите фотографии своих родителей. Именно или там дедушек, бабушек. Чаще всего там будет встречаться именно эта стрижка. На какие-то серьезные мероприятия. И если речь не идет о 80-х. Что происходило с модой дальше? В 20-м уже веке, да, мы приближались к удлинению формы. В 70-е и 80-е к нам дошли отголоски эпохи хиппи. У нас была эпоха Битлз. В моду вошла та же самая стрижка Битлов. Парни отращивали волосы. Носили штаны Клёш. И это было дико популярным. Ну и потом вы знаете, что снова у нас все изменилось. И, к сожалению, в моду вошли вот такие стрижки. И вот такая одежда. И последний цикл стрижек с 90-х по сей день. Мы уже рассказывали в своем следующем видео. Вот оно. Вы можете его посмотреть. Ребят, спасибо за просмотр. Ставим палец вверх. Подписываемся на канал. И пишем в комментариях, какие темы бы вы хотели, чтобы мы осветили в своих видосах.